Новости региона в эфире канал АПС. С вами Артемий Заварзин. Добрый день. В начале выпуска о происшествии, которое сегодня на устах у всех. ДТП у поселка Силикатный. Погибших, к счастью, нет. Но интересно то, что героями ночного форсажа стали не взрослые, а подростки. В легковушке, которая попала в аварию, находилось 10 подростков возраста 15-17 лет. Тому, кто был за рулем, 16 лет. Обо всем подробнее. Вадим Федосеев. Ну там просто недалеко так-то было ехать, но вот мы и думали доехать. Но не получилось. Эти ребята, похоже, так и не поняли до конца, к чему могла бы привести их лихая выходка. Несмотря на полученные травмы, улыбки с лиц подростков не сходят. Двое из этой компании – непосредственные участники крупного ДТП, которое произошло накануне на Силикатном. Автомобиль ВАЗ-2109, двигаясь на огромной скорости со стороны города, на железнодорожном переезде, съехал с дороги, несколько раз перевернулся и встал на крышу. В легковушке находилось 10 человек, причем один из них в багажнике. По словам самих подростков, до начала движения в машине отрывались вообще 18 подростков. Путь держали к кафе в центре города. По словам самих полицейских, подозрительную девятку они заприметили еще на улице Тимми. Пытались остановить, но на требования сотрудников ГИБДД водитель не реагировал. Было принято решение преследовать автомобиль. Сколько эти ребята будут лежать на больничных койках – непонятно. Травмы различной степени – от средних до тяжелых. Травмы различной степени тяжести. У половины подростков – это ушибы, легкие очевидно-возговые травмы. Серьезных повреждений они не получили. Часть подростков поступила в реанимационное отделение в соответствии со степенью тяжести травмы. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку. Особое внимание со стороны полицейских к водителю легковушки. У подростка не было ни водительских прав, ни полиса ОСАГО. Более того, он уходил от преследования, нарушал правила дорожного движения и ставил под угрозу жизни пассажиров. В зависимости от того, если будет тяжкий вред здоровья установлен, это будет уголовная статья. Если средний или небольшой тяжести, то он будет уже административный. Поэтому в зависимости от этого и будет в производстве, у кого находиться дело. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются. По словам врачей, все подростки были в трезвом состоянии. Вы же не будете так делать? Не. Не хватило. Не точно. Продолжаем выпуск. Теплоснабжение Сольвычегодска. Это Котласский район. В течение двух месяцев шло с грубыми нарушениями. К таким выводам пришла межрайонная прокуратура. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что в конце прошлого года компания Теплоэнергосервис, введение которой котельные Сольвычегодска, недостаточно отапливала город. В результате более двух тысяч жителей фактически замерзали в своих квартирах. Ведется следствие. Кстати, для Теплоэнергосервиса это уже второе уголовное дело. Сегодня Тепло в дома Сольвычегодска подает другая компания. Коммунальные проблемы, увы, есть во всем регионе. Архангельск не исключение. Сегодня мы отправились на улицу Локомотивная, дом 31. Это в Высокогорском округе. Казалось бы, частная проблема одного пожилого человека. Но именно эту проблему, как оказалось, вполне можно назвать отправной точкой. К целому букету бедствий, что терпят жители этого дома. У меня телевизор. Раз, нет сигнала. Посмотрела, тарелка вот так вот поднута, она пополам. Вышла сюда, здесь тоже глыба льда. Ну, она раскололась. Помятая спутниковая антенна – единственная улика происшествия. Глыба льда пробила телеустройство, и Алевтина Кузнецова перестала узнавать мировые новости. На замену оборудования ушло 2100 рублей. Компенсировать расходы в управляющей компании «Левобережье», которая, обслуживая 31-й дом по улице Локомотивная, отказались. А вот в управляющей компании что сказали, что вы без разрешения нашего не можете, не имеете права ставить вот эти вот всякие антенны. Для установки антенны на стене дома нужно в том числе и разрешение от управляющей компании. У нее антенна была приделана на козырек дома, что является грубейшим нарушением. Понятно, что ответственность несет она за нее сама. А чтобы, если где-то они говорят обустроить эту антенну, значит, должна по проекту быть выделена специальная площадка. Но это все решается на общем собрании жильцов. Так что никаких денежных компенсаций «Левтина Кузнецова» не получит. Но это только одна локальная проблема. Есть и более масштабная, которая касается всех жителей дома. Проблемы есть и внутри дома с таянием снега или приходом дождей. На стенах подъезда образуются вот такие подтеки. Каждый год на протяжении 10 лет страдают от этого и квартиры жильцов. Например, Антонина Крехолева недавно отремонтировала кухню, но крыша подвела и дала течь все труды и расходы хозяйки на смарку. И здесь вот до полстенки все отходило, все обои, вот полосочка желтая наверху, вот все обои отваливались. И вот клеила, и вот оно все снова отваливается. О дырявой кровле в управляющей компании «Левобережье», которая обслуживает этот дом, знают. Требуется капитальный ремонт, говорят коммунальщики. Деньги лежат на спецсчете, но их хватит только на текущий ремонт, который сделает крышу сухой на время. По нашим данным собрано 721 тысяча, но для проведения кадром ремонта этих денег недостаточно. Потому что просчитали, сколько денег необходимо, то в среднем это где-то 2 миллиона 200. Ну и если так дособирать жителям, это где-то 10-15 тысяч в квартиру. Ну на что совет дома сказал, что жители на это не пойдут. Капитальный ремонт дома запланирован на 2038 год. К этому времени, если платежи будут исправно поступать в общий котел, крышу, возможно, починят. Это сейчас в регионе мы продолжаем. В Архангельске стартовал региональный финал Олимпиады студентов профтеха. До решающего тура дошли 333 представителя техникумов и колледжей. Местом олимпийских сражений в столице региона стал Архангельский техникум строительства и экономики. Студенты, отдаленных от областного центра районов, соревнуются в Котласе и Вельске. В этом году учречение и русский язык оказались самыми массовыми олимпийскими предметами. В каждой номинации будут определены победители и призеры, которые получат памятные подарки и призы. Мы все понимаем, что область, регион, арктистская зона Российской Федерации сегодня нуждается в квалифицированных не только в выпускниках учреждения высшего профессионального образования, но прежде всего, конечно, статус учреждения среднего профессионального образования сегодня нисколько не ниже. Стоит отметить, что сегодня в системе среднего профессионального образования региона обучается около 18 тысяч человек. В Поморье создано 15 ресурсных центров, которыми становятся лучшие техникумы и колледжи. Их программами и материальной базой могут пользоваться студенты других образовательных организаций, что повышает общий уровень подготовки ребят. На этой неделе президент Владимир Путин дал старт ежегодной всероссийской акции «Вахта памяти». Поисковики из 65 регионов страны от Дальнего Востока до самых западных рубежей обсудят новые проекты и планы на предстоящий сезон. К традиционной акции присоединяются и поисковые отряды Поморья. В Архангельской области работает более 40 поисковых отрядов. Их главная задача – увековечить имя каждого погибшего солдата, найти его родных. Если установить имя бойца не удается, его с почестями хоронят в братской могиле. Достают из земли и военную атрибутику – оружие и снаряжение. Тогда на место раскопок выезжает команда саперов. В санитарных захоронениях очень часто встречаются вот эти гранаты. Чаще всего они снаряженные с детонаторами. Детонатор вставляется вот там вот с этой стороны. И поэтому, когда ребята работают, они работают аккуратно. В поисковом отряде следопыт 15 человек. В основном школьники. Каждый прошел физические испытания и доказал верность основной цели вахты памяти. Наш отряд предполагает участие в учебно-тренировочной военно-поисковой экспедиции в Саверском районе республики Карелия. Для этого в течение учебного года с ребятами ведется подготовка. Работа поисковых отрядов продлится до глубокой осени. Православные отмечают сегодня один из главных христианских праздников Благовещения Пресвятой Богородицы. Праздничные богослужения прошли во всех храмах Архангельской области. Согласно христианской традиции, праздник Благовещения основан в памяти о том, как Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. С праздником связано и много народных поверий. В древности считалось, что в этот день сам Бог благословляет землю, открывает ее. Значит, можно начинать сев. Еще один старинный обычай – отпустить птицу на волю. Интересный факт. В России в честь Благовещения названы 8 поселков и 2 города. Один на Дальнем Востоке, второй в Башкортостане. Уже в это воскресенье, 9 апреля, в эфире телеканал АПС очередной выпуск программы «Семь дней в регионе». У нас в студии ее автор и ведущий Алексей Шемякин. Алексей, добрый день. Добрый день, Аркемия. Скажи, пожалуйста, о чем на этой неделе будет идти речь? Ну, твоя неделя завершается практически, да, информационная. А те, кто работает над программой «Семь дней в регионе», для нас самая, что называется, в разгаре работа. Ну, а нашим телезрителям мы готовим рассказ о том, как регион готовится к паводку, насколько он будет сложным, какие территории, возможно, будут подтопленными. И вообще, островитяне готовы ли, все ли у них есть для того, чтобы пережить вот это время. Также в нашей программе мнение горожан о том, что в Архангельске должно преобразиться, какие улицы, что на них должно появиться. И на сайте городской администрации, администрации Архангельска, мы посмотрим опросы, итоги опроса среди горожан. Интересное, на мой взгляд, будет том, узнать то, как же съездить в Арктику все-таки в качестве туриста. И, конечно, мы остановимся на моменте, что до Пасхи, большого праздника, остается всего неделя. Это будет верное воскресенье. Приглашаем всех в воскресенье 9 апреля в 10 часов в телеканал ПС, программа «Семь дней в регионе». Как всегда, много интересных тем, будем смотреть. Ну, а итоги этого дня мы подведем в программе «Автограф дня» на канале ТВ-Центр в 19.20. Не прощаюсь и жду вас.